Все силы городской медсанчасти сейчас направлены на вакцинацию от COVID-19. На Вурайск с начала прививочной кампании поступило 7100 доз вакцины «Спутник Ви». Первым компонентом уже привились 6000 человек. Вакцина поступает в город небольшими партиями, и недостатка в ней нет. Талоны на вакцинацию имеются в свободном доступе при записи через сайт СМСЧ. Записаться можно уже на следующий день. На всех пунктах, организованных в городе, за один день могут привиться 250 человек. Четыре постоянных прививочных пункта, которые мы организовали, они у нас работают. И в настоящее время мы обеспечили стопроцентную доступность жителям для вакцинации. В настоящее время на первый компонент в среднем идет 80-90 человек приходят. Мы уже смотрим, не перевести ли у нас работу кабинета в одну смену прививочного кабинета. Потому что работаем две смены. Но в настоящее время первая поликлиника проводит вакцинацию только вторым компонентом. То есть они три недели отработали, вводили первый компонент. Сейчас в поликлинике вводится второй компонент. Но запись на первый компонент открыта с 29-го числа. В марте мы снова начнем прививать первым компонентом. Мы считаем оптимальную вакцинацию ввод на базе первой поликлиники. Кроме постоянных прививочных пунктов, выполняются выезды на сельские территории в коллективы городских организаций. Активно прививается войсковая часть. Туда уже было шесть выездов. Один выезд был на ВД-канал. Там одномоментно привили 50 сотрудников. Естественно, самый большой процент привитых среди педагогов и медиков. На комиссии затронули и тему гриппа. Как мы помним, осенью прогнозировалось, что в этом эпидсезоне на Урал придут достаточно агрессивные штаммы гриппа. Ждали их уже в декабре. За весь эпидсезон выявлено лишь два случая гриппа А с легким течением. Очевидно, что все ограничительные мероприятия в соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил помогли избежать вспышки. Однако расслабляться нельзя, поскольку грипп может прийти и в апреле. Мы приобрели тест-системы, которая определяет сразу ковид и грипп. Два случая выявлено. Не тяжелые, но тем не менее, грипп есть, вспышки еще нет. Это единичный случай. Комиссия приняла решение вести еженедельный мониторинг по городским организациями и предприятиям. Каков процент привитых, сколько человек приболели COVID-19 и сколько имеют антитела. По сути, чтобы сформировался устойчивый коллективный иммунитет, должно быть привито не менее 60% населения. С учетом переболевших, с учетом тех, у кого есть антитела, в Новоуральске должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции не менее 17 тысяч горожан. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.